приветствую вас дорогие зрители подписчики моего канала сегодня у нас с вами необычная тема каким образом можно увеличить начатое вязание в ширину если уже начатое вязание но не хочется распускать но этот способ способ увеличить вязание в ширину не распуская уже начатое он подходит только для такого вязания когда у вас есть повторяющийся узор в данном случае вот такой узор и он повторяется то есть его легко удлинить в ширину и сейчас я буду делать это впервые и покажу вам как я буду это делать я думаю что не только я но многие сталкивались такой проблемой и чаще всего приходилось распускать если вы вяжете разными узорами бывают такие вязки что здесь вот в начале один узор потом другой потом 3 в таком случае конечно придется все распускать для того чтобы увеличить в ширину но в данном случае так как у меня достаточно простой узор использован вот я уже начала вязать летнюю кофточку вот на такой длиннюю спицы когда я связала немножко расправила я поняла что мне бы хотелось чтобы эта кофточка в будущем смотрелась более свободно чтобы она лежала более свободно не обтягивая учитывая то что я вижу из хлопка хлопок имеет свойство немножко садится надеюсь что это не случится с этой кофточкой все-таки он имеет свойство немножко так как вязка видите она в виде резинки связано все-таки немножко вот так уплотняться в ширину я решила что ширины мне недостаточно будет и придумала как расширить вязание первоначально прежде чем начать вязание я связала вот такой образец и его распускать не стала а теперь этот образец мне пригодился я думаю что изменить ширину вязаного полотна мы сможем следующим образом провязав такое количество рядов какое у нас и на образце мы останавливаемся посмотрите вот здесь я вязала изнаночный ряд а здесь у меня как раз этот ряд не провязанный образец у меня на другой спице и сейчас я буду продолжать вязание захватывая петли вот этого образца то есть так как это изнаночный ряд вот это вязаное полотно у меня будет на правой спице а на левый будет мой образец который я буду сюда привязывать вот эта нить от образца она нам сейчас не пригодится потом мы ее закрепим и так здесь кромочная принципе ее можно снять а можно даже провязать вот здесь вот вместе то есть последнюю петлю в нашем полотне так я провязываю чтобы кромочные убрать сейчас они нам не понадобятся я провязываю последнюю петлю вместе дальше и вот эту первую петлю вместе с кромочной также провяжу вместе чтобы было аккуратно я вот изменю ее направление также провязываю вместе лицевой так вот таким образом мы начинаем соединять наши два вязаных полотна далее я вижу также по рисунку в данном случае так вот изнаночные и так вижу до конца ряда таким образом наш образец будет прикреплен к основному полотну вот таким образом получается что свое вязание я удлинила на четыре рапорта так как на образце было связано 4 рапорта вязание перевернула может быть еще раз повторюсь но этот способ он хорош для такого вязания да вы вяжете полотно однородным узором тогда этот способ хорош и в только в том случае если у вас остался образец который вы связали рассчитали количество петель и его не стали распускать почему в моем случае не хватило ширины я наверное связываю это с тем что вот это полотно я стала выполнять более плотно надеюсь что мое объяснение для вас было понятным и если есть вопросы задавайте их в комментариях я обязательно отвечу всего вам доброго до новых встреч пока